Друзья, всем привет! Меня зовут Оксана Сердечная, я приветствую гостей и подписчиков канала 7 семян. Скоро в онлайн супермаркете 7 семян стартует черная пятница. Скидки будут абсолютно на все категории товаров, будут меняться каждый день, и вы сможете приобрести все самое необходимое по самым выгодным ценам. Но я хочу вам напомнить, что мы продолжаем знакомить вас с серией выпусков из питомника пояс, где я совместно с руководителем питомником Николаем Сальником записали для вас много полезных роликов про уход за садом осенью. И сегодня мы с вами поделимся информацией, как ухаживать за многолетниками в саду и как ухаживать за растениями на штамбе. Поэтому смотрите, ролик он очень полезный. Николай, я еще смотрю, что в саду здесь присутствуют многолетние растения, которые частично что-то обрезано, что-то нет. Расскажите, пожалуйста, как правильно обрезать многолетники, и нужно ли их обрезать, и какие главные? Все зависит от того, какие у вас многолетники, и как живете ли вы на этом участке, или у вас реально как дача редко приезжаете, от этого будет все зависеть, обрезать не обрезать. Все-таки не обрезаем растения. Я назову несколько, остальное будет понятно даже. Не обрезаем, например, бадан, не обрезаем тимьян, не обрезаем гейхера, вон она под елкой. То есть те растения, которые после достаточно сильных первых осенних заморозков, двух-трех, остаются с листовым аппаратом. В принципе, в нашем случае это часть злаков. То есть вообще лучше не обрезать злак. Кстати, смотрите, будет как красиво смотреться зимой. Да, декоративный садок придавать будет. Манжетка, видите, осталась с листьями. Мы убираем старые, больные, коричневые листья. Все остальное мы оставляем. Если у вас не было, так скажем, зашествия слизней, потому что кладки яиц, они зимуют именно, они под листьями обычными. Поэтому если у вас не было нашествия, то вы можете все убрать весной, потому что это дополнительное утепление для самих растений. Корневосистемное. То есть зависимо от того, какая у вас эстетика для себя самих вы привыкли. Чистый, голый, да, вот посмотрите, вот в одной части у нас под, там не росли пионы, под липами просто голый участок, да. А где-то мы даже, видите, еще не обрезали пионы. То есть в принципе это все зависит от того, как вы хотите, у вас ушло. Но не режем все, что вечно зеленое. То есть, ну вот, это манжетка, например, да, не обрезается в принципе герань. Рядом, вот смотрите, у нас гвоздика. Почвопокровные растения также оставляем мы не обрезанные. На весну убираем уже вот такие подмерзшие какие-то, сломанные, остальное все. Ну и все, что не перезимовало в итоге убираем весной. Я еще смотрю, что под некоторыми растениями листовой опад вы убираете, а где-то он остается. Здесь тоже есть какая-то задумка, и вообще нужно ли убирать осенью листья? Ну задумки в принципе никакой основной нет. Основная задумка, просто здесь как бы ничего не затопчешь, да, поэтому его сгребают, убирают. А здесь еще много еще вечно зеленых растений, поэтому здесь, ну, крайне редко подходит. Чуть позже, конечно, мы его уберем. Убирать я рекомендую. Это опять зимовка для вредителей и патогены. А листовой опад сжигаем или отправляем в компост? Все-таки, если у вас, вы видите, все-таки довольно чистый участок, да, если это не декоративный, я бы оставил, наверное, и оставил бы в компост. Но опять же, вот этот компост на листве, он дает дополнительное подкисление для почвы в будущем. То есть вот листовой опад, листовой компост, вот правильно сказать, хвойный компост, он дополнительную кислотность. Подкисляет. Да, сильнее раскисляет, чем другие компосты, поэтому те же травяные, да, ну, то есть на газонной траве, например. Здесь все-таки лучше убрать, наверное, закопать куда-то. А если он заражен, как груша в этом году, да, ржавчиной, конечно, лучше сжечь или лучше вообще унести с участка. Понятно, спасибо. И раз уж мы подошли к растениям на штамбе, в частности к смородине, у меня сразу возникает вопрос, что делать осенью с такими растениями? Вот у нас смородина, крыжовник, черноплодная рябина, гортензии, розы. Вот как их правильно сейчас подготовить к зиме, для того, чтобы они не поломались, чтобы хорошо перезимовали, не вымерзли? Если мы провели все мероприятия, связанные с подкормкой осенней, то по смородине, черноплодке, крыжовнику ничего делать дополнительно не надо. То есть санитарная обрезка и вот осенние, да, мероприятия по подкормке и защите от болезней. То есть они зимуют как есть, с ними ничего делать не нужно? Ну, даже, в принципе, как я говорил, формировку не нужно делать, да, делаем лучше весной. Что касается уже отдельно, это касается штамбовых форм декоративных растений. Например, гортензию метельчатую мы не укрываем, но я бы советовал все-таки убрать шапки. Как бы это ни было красиво зимой, да, зачастую ледяной дождь, большое количество снега. Чтобы не обламывались, да. Будет изломы обязательно у нас в том году, вот на кусту сорта фантом мы не обрезали, было достаточно много повреждений поломанных ветвей. Поэтому я бы рекомендовал убрать соцветия. Это единственное, что стоит сделать. Но опять, только убрать соцветия, основную обрезку делать весной. Весной, угу. По розам. Роза – это отдельная тема. Здесь довольно сложные манипуляции нужно произвести было. И начинать это все-таки было делать, ну, наверное, пораньше. Но если мы не успели, то как нужно сделать? С одной стороны, то есть, вернее... Вот мы можем сейчас приблизительно показать на смородине. У нас, к сожалению, нет в саду штамбовой розы, но мы сможем показать, наверное, на смородине. Да, да, без проблем. У нас есть контур кроны, да? То есть, мы имеем в виду, что вот... Сам штамб. Сам штамб, да? И крона, да? То есть, вот точно так же мы берем лопату и по кругу, ну, приблизительно... Конечно, все зависит от возраста растения, да? Ну, полметра, приблизительно, да? Берем лопату, под острым углом достаточно, и вот так вот обкапываем. Вернее, обтыкать, вот прям не копать пока, а обрубить корневую часть. И с одной стороны сделать, выкопать лунку, удалить грунт на штык лопаты, и дальше в сторону вот этого вот, где откопали, уложить, наклонить растение. То есть, вы его укладываете с комом земли. Потому что, если вы видите, что оно не укладывается, да, значит, еще не все корни обрубили, еще подрезать, да, чтобы вот ком у вас этот лег. Чтобы ком свободно ложился вот в эту лунку, которую мы сделали. То есть, ложиться не на землю, ни в коем случае, обязательно кладем плащиковый ящик, деревянный ящик, его укладываем. Здесь вот этот ком, который мы, скажем, изуродовали, сняли грунт, мы засыпаем торфом, опилками, ну, можно сказать, утепляем. То есть, добавляем сверху какой-то утеплитель для защиты корневой системы. Да. Дальше мы что делаем? Ждем настоящих заморозков постоянных, приблизительные минус 5, минус 10 градусов, когда точно, так скажем, устаканится мороза. И только после этого делаем полное накрытие розы. То есть, укрываем лапником и одним слоем оград ткани. Если у нас нет лапника... Какая должна быть плотность? Если у нас лапник, то, чтобы избежать увлажнения избыточного, достаточно 17-го, просто как бы снег, влага стекали с него, да? То если у нас нет лапника, то мы делаем два слоя, может быть, три слоя, либо 17-ым, либо 42-ым. Ну, идеально, всё-таки, два 60-ых, 42-ых, и вот укрываем, прикладываем. Когда начинает уже у нас греть солнышко, сходить снег, да, мы постепенно начинаем открывать, чтобы оно у нас там не запрело. Да, это основной момент.